Привет! Как дела? Сегодня расскажу о том, как мы с мамой в ноябре 2018 года, когда она приезжала ко мне в гости в Лондон, решили отправиться на выходные в два города Восточной Англии. Это Ипсвич и Феликстоу. Каким было наше путешествие в эти два города, расскажу сегодня и в следующий раз. Итак, 4 ноября 2018 года мы с мамой выехали со станции метро West Kensington Station, где я жила на тот момент, и направились далеко-далеко в Восточный Лондон, аж в четвертую зону, откуда у меня были взяты билеты на автобус из Ньюбери Парк Бас Стейшн до Колчестера, а там уже на перекладных получилось, что из Колчестера мы поехали уже на поезде в Ипсвич. Один билет нам обошелся в 10 фунтов, других дешевых маршрутов я не нашла, поэтому вот так вот мы в 9.52 уже были в четвертой зоне Восточного Лондона, и сели в автобус и поехали. В Колчестере мы вышли и пересели уже на поезд, и оттуда направились в Ипсвич. Без 15.12 мы прибыли на железнодорожную станцию города Ипсвич и пошли гулять по городу. Времени у нас было немного, около 4 часов, так как дальше, ближе к вечеру, мы должны были сесть опять на поезд и уже отправиться в наш второй город, Феликстоу. Там мы забронировали отель, который назывался Orwell Hotel, и направились туда, переночевали, и дальше уже на второй день мы гуляли по городу Феликстоу. Но об этом я расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. А сегодня про город Ипсвич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, Ипсвич – это город и порт в восточной Англии, расположенный в эстуарии реки Оруэлл, впадающей в Северное море. Это один из старейших английских городов и находится он примерно в 80 милях к северо-востоку от Лондона. Он является административным центром графства Саффолк. В городе на 2014 год жило около 135 тысяч человек. Экономику города поддерживает машиностроение, производство минеральных удобрений, полиграфическое, мебельное, швейное и пищевая промышленность. В Ипсвиче работает University Campus Suffolk, который поддерживает партнерские связи с Эссекским университетом в Колчестере. Ипсвич разделен на различные кварталы, при этом набережная и центр города являются основными частями города. В центре находится район розничной торговли и историческая городская площадь, известная как Cornhill. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, выйдя с железнодорожной станции, мы перешли через интересный пешеходный переход и направились в центр города. По пути нам встретился футбольный стадион футбольного клуба, который также называется Ипсвич Футбол Клаб. И памятник какому-то футболисту, я так поняла, он погиб почему-то. Ну, в общем, я там вокруг поснимала, даже для репортажа сделала небольшой видеоряд. И поснимала также сам стадион, и мы пошли дальше. По пути в центр мне попался на дороге вот такой вот одуванчик. Я его крупно макросъемкой сфотографировала и также решила снять на видео. Мне очень понравилось рассматривать сблизи вот эти вот пушинки, которые постепенно слетали с сердцевины одуванчика. Ну, вот такой вот я человек. Часто наблюдаю и замечаю различные детальки и восторгаюсь природой. Затем мы дошли до Хай-стрит, где увидели таунхолл, рядом с которым был небольшой фонтанчик. Шутиха это называется у нас в Петербурге. То есть фонтанчики то поднимаются, то опускаются, то совсем пропадают. И там бегали подростки между этими фонтанчиками в ноябре в куртках. И иногда фонтанчики внезапно возникали и обрызгивали их. Ну, им было весело. Пройдя по всей Хай-стрит, я обратила внимание на очень интересные красивые дома. Где-то были граффити, вот допустим, ёжик. Где-то какие-то памятники, статуэтки, статуи, то лошадки, то какие-то орнаменты и даже резьба по дереву. В общем, я всё это снимала. И в конце мы нашли некий сапор, на фоне которого мы с мамой решили сфотографироваться. Вот так это у нас получилось. Пройдясь по центру города, мы с мамой нашли городской музей, Ипсвич-музейм. Зашли туда и стали рассматривать экспонаты о Второй мировой войне. Также там был представлен археологический, зоологический отделы. И много интересных различных экспонатов, связанных с городом Ипсвич. Ипсвич-музейм. 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 стояла видеозапись, она нажимала несколько раз, и вот какие-то отрывки в самом музее получились, связанные даже со мной. Ну, в основном я не люблю сниматься на видео, тогда не любила, и только фотографировала и снимала репортажи, а сама в кадр старалась не лезть. Ну, не нравилось мне тогда фотографироваться, и вообще не понимала ценность тех кадров, которые могли бы сейчас остаться и сейчас даже те ролики, которые я сделала три года назад, я с удовольствием пересматриваю и вспоминаю свою жизнь. Реально, сейчас в России ощущается, что в моей жизни Лондона вообще не было, то есть настолько давно это было, пять-десять лет назад, что сейчас вспоминается это как будто бы действительно кадры из прошлой жизни, как будто потусторонняя моя какая-то жизнь. С тех пор, как я покинула Лондон, прошла пандемия, началась СВО, тут всякие экономические кризисы и так далее. В общем, покой нам только снится, как говорится. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и я рассказываю свои воспоминания, всё, что ещё помню на моём канале «Англичанка». После того, как мы погуляли по городу, стало уже темнеть, и мы направились обратно на железнодорожную станцию, откуда, по-моему, даже не поезд у нас отходил, а автобус. Да, насколько я помню, мы сели в автобус и стали ждать, когда он тронется. И вот этот вот автобус до города Феликсту обошёлся нам в 9 фунтов в 20 центов, то есть это где-то 900 рублей на тот момент, на двоих. И мы в течение часа доехали до Феликсту, где поселились в Орвелл-отель, о котором я расскажу в следующем видео, и переночевали, и дальше уже гуляли по Феликсту. Вот пока и всё, что я хотела рассказать про Ипсвич. Я не прощаюсь с вами, говорю до свидания, до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok